Главное внимательно повторить Тачататву мантру, потому что именно она снимает вот эти все оскорбления, осквернения. Вот ее надо внимательно не так, чтобы прочитали, у них говорили, Джайши Кришна читание, браво, нет, не надо. Если думают, вот это надо прочитать, это значит, говорит о том, что я круг прочитал. Вот почему мы кредо стремятся, побыстрее говорить, Джайши Кришна читание. Нет, надо внимательно повторять, Джайши Кришна читание, надо понять, что я и не веду сейчас, когда я это говорю. О чем я сейчас думаю, когда повторяю, Джайши Кришна читание? Что это значит? Давайте сейчас обсудим. Это очень важно, потому что эта мантра гораздо сильнее, чем сама Махамантра. Что такое Джайши Кришна читание? Давайте сейчас проработаем, пусть у всех это останется, вот эта самскара, которую мы сейчас отточим. По крайней мере, до какой-то степени, потому что мы толком не понимаем, что это такое. Высокий уровень, понимаете? Да нет, это вся слава. Джайши, это слава. Джайши Шри Кришна. Шри Кришна, это значит, самый прекрасный, красивейший Кришна. И читание, это Сам Кришна. Это не читание, это Сам Кришна. Причем, какое это у Кришна? Это Альшимати Радхарани с Кришной в одном теле. Господь читание, это Радха с Кришной в одном теле. Две души, одно тело. А Радха с Кришной, это два тела, одна душа. Это хотя бы минимум, вот это надо просто понимать, когда мы говорим, Джайши Кришна читание. Все, Господь читание, Он просто здесь. Это Он дал нам этот метод воспевания джапы. Если бы не Он, мы никогда в жизни бы не знали, что это такое. Только по Его милости. Из-за этого мы Его прославляем. Джайши Кришна читание. Радху Нитянанда. Кто такой Нитянанда? Господь Светлана. Кто такой Нитянанда? Кришна. Изначальный духовный учитель. Это Сам Кришна, как Гуру. Вот Он изначальный Гуру Кришну. Это Господь Нитянанда. Это Баларама. И вот Он пришел, как Нитянанда, как Гуру, Аги-Гуру. Пробуй Нитянанда. Что значит Нитянанда? Что нужно просить? Например, мы говорим, Джайши Кришна читание. Это значит, что мы просим? Мы же попрошайки все. Мы же постоянно что-то просим у Кришны. Так давайте это качество займем правильно. Джайши Кришна читание. Что нужно будет в предсчитании просить? В чем Он совершенный? Кришна према у Господа читания не было. Он сам об этом говорит. Если бы у меня, Он говорит, хоть капля была према, я бы умер, Он сказал. Совершенно преданным пришел, да? И в чем его совершенство было? Это олицетворение Святого Ивня было. Так, как воспевал Госпочитание Святой Ивня, никто не мог воспевать и никогда не сможет. Никто не превзойдет никогда воспевание Господа читания. Поэтому Господа читания нужно просить только одного. Госпочитание, пожалуйста, будь милостив. Дай мне вкус воспевать Святой Ивня. Это единственное, к чему мы должны стремиться. Вот на чем должна основываться жизнь ващнава, жизнь преданного. Вымолить просто всеми правдами и неправдами Кришны, воспевать Святой Ивня. Вкус, именно вкус. Не просто, а вкус должен быть. Госпочитание совершенствует владеетелю. И он может дать вас. А он не тебе надо, что надо просить, если это один гуру? А он уже есть. В чем ценность гуру для учителя? Самое ценное, что можно получить у духовного учителя, это его строгость. Он говорит, что если гуру перестает быть строгим к ученику, духовный рост останавливается. Строгость должна быть. Если не будет строгости, мы не будем просить ухода. Если мы к себе строги, сами строги к себе сами, или кто-то к нам строг, спредный, нужно понять, это гуру к нам сейчас так приходит. Даже если мы к себе строги, нужно понять, это милость гуру пришла, гуру крипа. Мы строго встали рано утром, каждый день, ну хотя бы чей. Это значит, милость гуру пришла как строгость. Или в Ашнава нам что-то говорят, как построгость. Это значит, милость пришла гуру, он очень милостив сейчас. И если мы просим, не тянем, пожалуйста, будет строгить нам. Имейте в виду, жмите к тебе. Поэтому сразу, с первого раза, искренне, не просите строгость. Потому что, очень строго кто-то придет. Можете не вытерпеть, можете в куст подеять. А то и начнете критиковать кого-то. Что к вам строго кто-то как-то поступит по отношению к вам. Тем самым, можно оскорбить не для нас. То есть, мы только что попросили у него, он строго повел к нас, ну к себе, к нам, вернее себя. И мы думаем, зачем ты так поступаешь, преданный. Ты же преданный. Тогда зачем ты просишь строгость? Поэтому, если просим, мы готовы. Тогда он, ведь и нам задаст еще силы выдержать эту строгу, а потом еще не таргаться. Он же ананда, не тянанда. Ананда это что? Блаженство. Это блаженство, счастье, причем вечное, неизберимое. И если мы искренне ведем себя, он не дает эту строгу, самая от нее счастье испытывает. Блаженство. Дарши, Тишин, Шик, Амин. Дарву, Нитана. Все. Имя строится. Святое Имя, Минус Дух. Шри Адвайта. Это кто? Анвайта Ачария, это кто? А лицетворение, скажем, чего? Надо всегда на олицетворение. На качество. То есть вы должны перенять качество. Адвайта Ачария, это воплощение Господа Шивы и Вишну в одном. Господь Шива начал молиться, Вишну пришел и сказал, дорогой мой Господь, сейчас началась Калиюга, ужасное время. Люди не смогут сейчас спастись. Все хотят домой в душе, и сейчас не смогут, Калиюгу это невозможно. Пожалуйста, придумай что-то. Но даже нужно что-то помочь людям. И Господь Вишну, когда это услышал, он так просто полюбил, вшил, что он такой сострадательный, он так думает о живых существах. И он его обнял. И в это время слился с ним, и получилась вот эта форма Адвайта Ачария. Это воплощение, сострадание. И что делал Адвайта Ачария, когда пришел на землю? Он звал Кришну. Он поклонялся на берег Ганги просто, и предлагал цветочек, и Гангу предлагал Божеству Кришне, и говорит, приди, пожалуйста, приди. Люди не смогут сейчас прогрессировать. А я, даже я, воплощение Шивы и Вишну в одном, не в состоянии просто преодолеть натиск Калиюги. Не могу я это сделать. Такое могущество. Пожалуйста, только ты сможешь. Намамаха Ваданьяя. Ты в самой милости воплощение должен быть здесь. И Кришна услышал эти молитвы и пришел. Как бы случилось, и Дания. И вот это сострадание Адвайта Ачарии. Поэтому мы тоже должны просить у Адвайта Ачарии сострадание. Пусть оно у нас будет, чтобы мы, когда людей видим, у нас слезы должны наворачиваться на глаза, что люди идут, страдают, и ничего Кришна не знает. Получили человеческую форму жизни. Удачливые такие, да, живые. Я, Кришна, ничего не знаю. Когда у нас это сострадание, оно так будет влазить из нас, что мы будем хотеть спасать мир. Мы каждого человека будем видеть, что это просто искорка Кришны, она вот здесь заблудилась, и нам будет хотеться возьмите книжку, пожалуйста, она вас спасет. И человек увидит, он сказал, Кришну возьму. Он испугается просто этого сострадания. И только из-за этого возьмет Кришну эту книгу. Почему многие не берут книги у санкт-петантчиков людей? Потому что этого сострадания нету. Просто формальность. Возьмите книжку, возьмите, пожалуйста, пожертвуйте мне что-нибудь. А мне не нужна книжка. Ну и дальше это вообще. Умай, ты демон. И кто благо получил, я тебе книжку дал. Ари, ты что? Нету сострадания на них не берут книги. Надо искренне просить, тогда будет рад. Спасать людей искренне. Гададхарма не. Это растворение чего-то. Это сама Шимати Радхара не пришла. Это Рафа пришла. И она принимает такую форму, и от нас служит Кришне. Это Пуджарик. Она всю жизнь, и Радхар всю жизнь служил Пуджарик. То есть мы должны научиться служить Кришне как Божеству. Прабхупада говорил, если мы не поклоняемся Божествам дома, если не Грехаски, если не Грехаски, уже нету Божества, духовный рост тоже останавливается. Мы должны развивать личностное отношение с Кришной через поклонение Божеству. Это неотъемлемая часть нашей жизни поклоняться Божеству дома. И пока нету Божества, изображение. Изображение не отличное Божество. Пока на изображении тренируемся, потому что оскорбения никаких не совершаются, а даже совершаются не принимаются. Просто тренируемся, тренируемся, как rich бanta ставят, как клонятся, какие матры читают, как побуждать, как ложить, как кормить, как цветочки подносить. Просто тренируемся. Пока на изображении. Как только получаем посвящение, Божества вам сразу придут. Ждите только и всё. Они сразу придут, как проявятся. Немножко подождают, сразу придут. Ко мне Божества пришли сразу же в инициацию. Произошла инициация, через минут 10 приходят Божества. Приходят матожи, коробочку тут ударят. Это вам подарок. У меня очень ценный. Я говорю, а что там? А потом посмотрите. Я говорю, можно угадать? Ну попробуйте. Багалат Гипа, наверное. Не, не, ну потом посмотрите. Ну ладно, потом посмотрите. И встал, положи, и все, хожу, хожу, и там собираю пожертвования, все, татшины собираю. А сам думаю, что-то там будет ценное вообще. Тайная жена влечет всегда же, да? Не успокоишься, пока не посмотрю. Ходил, 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 все, думаю. А ну и не посмотреть, уже невозможно. Я говорю, пойду-ка посмотрю. Открываю горные тайны. Сразу пришли. Сразу же. Я побежал, говорю, ну хорошо, говорю, ну хорошо. Вау, какие красивые. Успят тогда. Потом разбиваешь, придет время разбиваешь. Все, это милость Гуру. Знаешь, что это ценно и ценно, это ценно поклоняться Божескому. Пять минут на поклонение. Пять минут на поклонение, хотя бы не спрашивай. Ну и последнее. Всевастополь. Растворение преданности. Это народам уни. Это преданное Господа. Что он делает? Людям Кришна дает. Нарада, народа. Тот, тот дает, да, тот, тот дает. Нара, это и Кришна. Нарай. Тот, кто дает кришне, Нарай. Вы должны просить этого, пожалуйста, дальнюю возможность, пожалуйста, быть бакфой Господа. Для чего? Давать людям Кришну. Своим поведением, своей энергией счастья. Если я не могу говорить, неважно, просто люблю людей. Все. Просто я счастливый, смотрите, я счастливый. Что такое счастливый? Так классно мне, все. И все, люди будут завидовать. Я тоже хочу быть счастливым. А почему ты считаешь, когда я просто Харе Кришна повторяю? О, я тоже хочу повторять. Он должен вкус быть. Тогда люди будут брать. Нарада, куда бы он ни попадал, все начинают повторять. Это квалификация Варшнала. Квалификация Варшнала. И он где-то появляется, и охота пить. Сразу же. Мне он ничего не может не говорить, просто появился. О, Кришна, Харе Кришна. О, Харе Кришна. О, Кришна, и туда стоять, и сейчас пять минут. Все это значит Варшнала появилась. Поэтому Крикулак говорит, выходите в люди. Просто выходите в люди, будьте в люди. Пусть люди видят преданность, люди прогрессируют. Просто видят и прогрессируют. Это настроение народу. И вот эту панчатату, Махаманту, мы должны повторять пути каждого друга с осознанностью. Тогда придет понимание, как повторять саму Махаманту, тоже осознанно. Потом все откроется. А Бхак-то время, что ли? М? Бхак-то время, что ли? Ну, окончанием Бхатчатат. Бхак-то Вринда, предный Вриндавана. То есть у него сердце Вриндавана, поэтому он и предный. Кто такой предный? Это тот, у кого в сердце Вриндавана. Он ни о чем не думает. У него Кришна другой здесь. Кришна в Вриндаване. Это вот носитель Вриндавана. Кто такого есть любовь к Вриндавану? С этого начинается медитация Махамантры. Когда мы садимся, мы должны ответить себе на три вопроса. Не то, что ответить, а сделать утверждение. Кришна Бог, верим в это? Кто-то не машет голову. Вот так и момент Махамантры, когда мы начинаем. Мы должны подготовиться к медитации. Мы должны верить. Кришна Бог. Точно Бог? Да. Все, вот так мы должны момент Махамантры медитации. Твердую убежденностью, это вера называется. Кришна Бог точно, нет сомнений никаких. Я душа. Я частица Кришны. Я из Вриндавана. Ну раз Кришна во Вриндаване, то я тоже из Вриндавана. Я не с Лайкунхи, не с какой-то, не с Брамаджоди, я не с какого-то. Я не с Райских планет, я не житель материального мира. Я только с Вриндаваном, потому что Кришна только во Вриндаване. И все, больше нигде Кришны нет. Во всех основных местах это не тот Кришна. Это уже его экспансии какие-то его воплощения. Он только во Вриндаване. Все, и я с Вриндаваном. Я хочу домой. Харей Кришну. И начинаем. Прославили Пракупаду, веду полноучителя. И начали все. Панчататам Махамантры, поехали. С этим настроением. Я просто искренне бложественно. Я хочу во Вриндавану. Нафти Бакта Вриндавану. Что ты преданным виноват. Вот в этом настроении повторяйся.